Отмечать науры с особым размахом начали сегодня по всей стране. Если раньше Курисакуна или День приветствий праздновали на Западе, в этом году масштабные мероприятия развернулись даже на севере Казахстана. Жители этих регионов прямо в степи устроили друг другу торжество. А в октябре удивили парадом бабушек. Сразу сто опашек в национальных костюмах прошлись по улицам города. Наши корреспонденты собрали самые яркие моменты. Такого парада в Ак-Тубе не было еще никогда. Сразу сто пенсионеров в национальных костюмах и белоснежных головных уборах сегодня устроили шествие на окраине города. Сопровождали их батыры и всадники. Колорита добавил аккордеон, под который пожилые дамы хором пели национальные песни. Парад растянулся почти на два километра и завершился возле Дома культуры, где и прошли основные торжества. Настоящими звездами программы стали участники местного ансамбля «Ассал Ажилер». В соседней западно-казахстанской области праздник Курсу в этом году тоже отмечают с размахом. С раннего утра в Уральске на площади каждый район установил свою юрту, куда приглашали всех желающих. Кто-то сделал акцент на национальное угощение, а кто-то даже организовал выставку предметов народного быта. Но главное – повсюду улыбки, традиционные рукопожатия и объятия. А во дворце культуры развернули выставку местных мастериц. Одна занимается национальной одеждой, другая – производством сыров, третья хвалится умением изготавливать пастилу из ягод и фруктов. В честь науры за сегодня даже шоколад в национальном стиле. Асыки, домбра, лошадки, торсык – все съедобное. Это тоже посуды национальные наши. Раньше у нас пили воду, хобос – это тоже у нас получается национально. Но полностью у нас композиция в связи с праздником, по тематике у нас полностью национальная. В этом году курсу куны масштабно отмечают не только на Западе. Жители Северного Казахстана в честь праздника устроили марш-бросок к соседям. Лучшие творческие коллективы отправились в гости, как молинцам, а те – к ним навстречу. В итоге прямо посреди заснеженной степи на границе двух регионов развернулись концерт, приветствие, ну и, конечно, теплые объятия. Сегодня не только творческая встреча была именно творческого плана. Эта встреча, наверное, прежде всего посвящена тому, чтобы каждому жителю нашего независимого Казахстана рассказать о обычаях и традициях нашего народа. Сегодня амал-мирекесы курсу куну. Всех вас поздравляю. В курсу куну принято ходить друг к другу в гости и поздравлять с приходом весны. Обычай остался еще с древних времен. Качевые казахи после долгих холодных месяцев шли в соседние аулы к родным. Убедиться, что все благополучно пережили зиму. Сейчас многое изменилось, но суть праздника не теряется. Люди желают друг другу добра и радуются обновлению. Динара Уркумбаева, Ирина Морозова, Инна Лопатко, Айзат Дуйсен, Данияр Матгулов, КТК.